Девушки отдыхают Читать его произведения трудно, но их довольно много Герхардус Вос, 1862-1949 Родился в Голландии В 1881 году переехал в США На протяжении 39 лет преподавал в Принстонской богословской семинарии Вероятно, это ему было по душе Оригинальный мыслитель, представитель голландско-реформатской традиции Он придерживался скорее богословия Завета, а не диспенсационализма Богословие Завета С его точки зрения взаимодействие Бога с человечеством Открывается в Библии не столько посредством сменяющих друг друга Последовательных временных периодов или фаз Сколько посредством последовательно заключаемых Заветов Ключевой термин здесь — Завет Вот как об этом пишет Ричард Гаффин-младший Ричард Гаффин-младший Собрал ряд наиболее значимых статей Восса в книгу Которую озаглавил «История искупления и библейское толкование» «История искупления и библейское толкование» Он же является автором вводной статьи «История искупления и библейское толкование» Издание 2001 года Он пишет, цитата «Восс — отец реформатского, то есть кальвинистского библейского богословия» Или, как он предпочитает называть этот предмет «История особого откровения» «История особого откровения» Давайте, во-вторых, рассмотрим понятие «История искупления» Или «Искупительной истории» Наверное, данный термин на наших занятиях Я уже употреблял Сейчас я обращаюсь к инаугурационной речи Восса При вступлении в должность профессора Которую он произнес в Принстоне 8 мая 1884 года 8 мая 1884 год Репринт этого обращения представлен в уже упомянутом сборнике Ричарда Гаффина-младшего Так что, если вам интересна история предмета, история дисциплины, сделайте ксерокопию речи Восса Исследуя особое откровение от Бытия до Книги Откровения, Восс обнаруживает здесь историческое развитие Цитирую «Самооткровение Бога людям – действие, длящиеся веками», представляющее собой последовательность словесных и практических откровений на протяжении продолжительного времени «Самооткровение Бога людям – это действие, длящиеся веками», представляющее собой последовательность словесных и практических откровений на протяжении продолжительного времени Анализ особого откровения от начала до конца свидетельствует о наличии внутреннего, цитирую, «органического развития», органического развития Автор считает, цитата «Бог явил Себя не в школе, а в завете» «Не в школе, а в завете» Полагаю, под этим он подразумевает, что Бог явил Себя на омневидиенного количества лекций, посланных с неба А через участие в истории человечества и формировании с Ним отношений, заветных отношений Он также говорит о том, что откровение разворачивается в Писании посредством целого ряда литературных типов Однако в сердце этого откровения История Дел и слов А историческая тема — искупление Достигающая своей кульминации в воплощении и искуплении Иисуса Христа Иисус — это кульминация Израиля Хорошее название для книги Которую, кстати, написал Энти Райт Повторю, поплощение и искупление — кульминация этой истории Итак, он сформулировал это определение, которое я процитировал уже дважды, для того, чтобы передать ключевую идею Библейское богословие, таким термином он пользуется, правомерно определяется как не что иное А демонстрация органического развития Сверхъестественного откровения В его исторической преемственности и многообразии форм Демонстрация органического развития И вы увидите, если обратите внимание на программу курса, что именно этому наш курс и посвящен Органическому развитию сверхъестественного откровения в его исторической преемственности и многообразии форм Писание представляет, цитирую, священную историю И далее он снова пишет Вполне понятно, что Бог не случайно облег содержание откровения не в какую-либо догматическую систему А в историческое повествование Равных которому ни по содержанию, ни по форме невозможно найти Иными словами, он говорит, что Библии нет равных Бог предпочел явить себя не в своде Правил и догматов Именно поэтому чтение Библии нельзя уподобить чтению Уэйна Грудема Или Милларда Эриксона Это книга по истории Следовательно, в-третьих, история искупления и толкования Третий пункт, история искупления и толкования И еще несколько цитат из работ Восса Мне кажется, что его статья, то есть ингурционное обращение, не так сложна для чтения и понимания Изучать более основательные труды Восса было для меня порой равносильно тому, что грызть гранит Наверное, поэтому такие люди, как Ричард Гаффин-младший, попытались сделать их несколько более доступными Однако Восс выражает хорошие мысли, прекрасные мысли Мне понравились слова по этому поводу другого богослова, который также отличается сложным изложением собственных мыслей Это великий богослов-конгрегационист начала 20 века Питер Форсайт Британский богослов Книги Форсайта некто некогда назвал фейерверком в тумане Фейерверк — это, конечно, нечто яркое, шумное Но он окутан густым туманом Подобным образом я бы охарактеризовал и труды Восса И все же, Библия для Восса, цитирую Божье собственное толкование великого дела искупления В виде корпуса богодухновенных писаний Собственное толкование Богом великого дела искупления в виде корпуса богодухновенных писаний Гаффин-младший говорит о Воссе так Его основная мысль заключается в том, что откровение — это толкование искупления Откровение — это толкование искупления Полагаю, Гаффин-младший правомерно визит у Восса акцент на фундаментальный принцип библейского толкования Позвольте мне еще одну цитату Гаффина-младшего Суть здесь заключается в фундаментальном принципе Согласно которому текст следует толковать в его контексте В случае писания Историческая структура искупления Или рамки, установленные самим писанием И представляют собой контекст Определяющий широкое значение того или иного текста Наверное, всех нас учили помещать текст в контекст А иначе он превращается в подтекст Здесь важно отметить, что контекст в этом смысле выходит за рамки непосредственного текстового окружения В конечном итоге текст должен быть вписан в структуру всей Библии Во всю историческую структуру искупления Об этом пишут Восс и Гаффин-младший В-четвертых, библейское богословие Это и наука, и богословская дисциплина И наука, и богословская дисциплина Согласно Воссу, библейское богословие как наука Сообщает нам знания о Боге Он возвращается к этимологии слова «наука» В том виде, как это представляет Бог Как это представляет Бог Библейское богословие имеет предметное ограничение Если Бог взаимодействует с человеком в исторической перспективе, тогда Библейское богословие должно быть исторической дисциплиной Кроме того, Восс считает библейское богословие и богословской дисциплиной И в добавлении к этому Младший сестрой догматического богословия Именно так он его определяет Эта дисциплина, цель которой не в служении твари, а в служении Творцу То есть в прославлении Бога Нам не безразлично современная церковь И у нас есть, что ей предложить Поддержите наш проект «Молитва и финансами» Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Итак, в чем же разница между догматическим или систематическим богословием И богословием библейским? Чем по Воссу систематик отличается от библейского богословия? Способом организации Систематическое богословие построено на логических принципах Тогда как библейское богословие построено на исторических принципах То есть с точки зрения истории, как ее открывает нам само Писание Действительно, систематика или догматика отличаются от библейского богословия тем, что систематическое богословие построено на логике, а библейское богословие — на истории Итак, различия в способе организации В систематике, следуя логике, мы начинаем с водных замечаний, эпистемологических вопросов, затем переходим к понятию «Бог» и после этого к творению Логическая последовательность здесь очевидна Однако одному факту довольно часто не придают должного значения Если взять классическое систематическое богословие, отвлечься от деталей и посмотреть на содержание предмета, то станет ясно, что мы фактически изучаем библейский нарратив Однако существует опасность его потерять, поскольку как только ты погружаешься в систематическое богословие, ты буквально тонешь в деталях Итак, наряду с Габблером Восс признает отличие библейского богословия от богословия догматического Тем не менее, в отличие от Габблера, Восс отличается более глубоким пониманием Писания, как Слово Божьего В отличие от Габблера, Восс понял, что Библия — это не просто собрание представлений и мыслей а книга, раскрывающая историю Божьих слов и деяний, направленных на наше спасение, наше искупление Подобно Уотцу, Дарби и Скофельду, Восс пытается строить свое понимание на тексте всей Библии что в целом не было характерно для Габблера Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok